Добрый вечер! Спасибо огромное за приглашение, рад буду поделиться с нашими зрителями и подписчиками той прекрасной темы, на которой сегодня будем разговаривать. Да, друзья мои, Иван, не смотрите, что он так хорошо выглядит, он уже очень опытный доктор, у него очень много пациентов, серьезная практика. И мы сейчас максимально постараемся осветить основные часто встречающиеся проблемы, связанные с анемией. И первое, чего мне хочется, Иван, у вас спросить, это ваше отношение к модным диетам, к сыроедению, к вегетарианству жесткому, к всевозможным длительным голодовкам. И как отсутствие гемового железа в пище сказывается на развитии анемии, особенно у женщин? Спасибо огромное за такой актуальный вопрос, который уже набило оскомину, и очень много пациентов появилось в последнее время, которые имеют ограничения по диете. Вегетарианцы, веганы, пескетарианцы, кто-то ест рыбу, но не ест мясо, они находятся в группе риска по железодефициту. Я всегда прекрасно отношусь к выбору пациентов, а тем, кто говорит, что птичку жалко, в общем-то, и ест мясо он не будет. В этом плане ничего критичного нет, но это все равно группа риска. То есть в любом случае я бы рекомендовал, если обычная женщина, это минимум раз в год, если все прекрасно с ферритином, замечательно, то обязательно контролировать. У них чуть чаще, потому что они в группе риска, они фактически как доноры, которые сдают 4 раза в год, в общем-то, кровь, и, соответственно, они в категории попадающих чуть чаще находятся. Поэтому, конечно, они не получают того гемового железа, который получают мясоеды, в общем-то, поэтому мы получаем преимущественно железо из продуктов, содержащих мясо, это мясные продукты, баранина, свинина, говядина, телятина, печень, в общем-то, они все этого избегают. При этом, конечно же, есть пациенты, у меня уже очень много таких, которые знают о своих особенностях и приходят и контролируют свои показатели гемоглобина, сывороточного железа, ферритина, трансферина, процентное освещение трансферина железом. У них даже есть целые таблички, в общем-то, они знают про свои особенности и очень быстро они адаптируются, они понимают, что это влечет последствия для здоровья, в общем-то, и эти риски предотвращают. Поэтому, если среди наших зрителей есть те, кто приверженцы являются вегетарианство, веганство, сыроедение, в общем-то, вегетарианство, в общем-то, есть пациенты, которые едят рыбу, но при этом едят мясо, такое направление тоже есть. Соответственно, при этом нужно все равно учитывать, что вы немного недополучаете, в общем-то, ежедневно свою долю железа, которая вам необходима, в общем-то. А для полного счастья, конечно, железо точно нужно, это фундамент, основа здоровья, ключ к вашему здоровью. Поэтому обязательно призываю всех чуть более внимательно, чуть чаще приходить, обращаться и сдавать анализы, в первую очередь, ферритин. Да, и тут я отмечу то, что женщины, которые следят за своим здоровьем и не едят мясо, иногда имеют как раз уровень ферритина и железа выше, чем те, которые его едят, но, например, страдают чем? Обильными менструациями, или же у кого-то геморрой, или же у кого-то плохо лечены, например, десны и периодически десневые кровотечения, или же, например, какие-то язвенные процессы в желудочно-кишечном тракте. То есть мы сейчас с Иваном пытаемся вам сказать о том, что можно на любом виде питания находиться. Если вы сотрудничаете с грамотным специалистом, доктором, он вам поможет составить вашу программу профилактики, и тогда никакие проблемы с анемией вам грозить не будут. Иван, такой вопрос. Может ли ферритин повыситься просто, если человек сменит свой вид питания и начнет кушать печень, например, или красное мясо, с двух с половиной ферритин подняться, например, до 60? Какие шансы? Шансы минимальные. Были исследования клинические по поводу беременных, и были такие данные, что если пациентка, которая родила ребеночка, в послеродовом периоде начинает активно питаться, все, конечно, зависит от индивидуальных особенностей. Но, по некоторым данным, до 3-5 лет может уйти на восстановление железа полностью на уровне питания. Поэтому, если говорить про лечение анемии железодефицита, примерный уровень по клиническим исследованиям 80-100 мг железа требуется необходимо в сутки для лечения ситуации, если женщина в нее попала, а продукты, являющиеся, так скажем, лидерами, фаворитами, топ-продуктами по содержанию гемового железа, например, говядина в 100 граммах стейка, хорошего стейка из говядины, примерно от 1,2 до 2,7 мг железа, ну, в среднем возьмем 2. В общем-то, если взять, поделить 100 на 2, получается примерно, в районе 5, получается, килограмм мяса нужно съесть, чтобы компенсировать вообще дефицит железа ежедневно, поэтому вряд ли кто-то способен вообще, даже если это очень-очень вкусное мясо, и он не является веганом, вегетарианцем, паскетарианцем, съесть такое количество. Поэтому здесь, конечно, тяжеловато будет, в общем-то, хотя в грамотных руках, в общем-то, бывает такое, что при грамотной комбинации удается нагнать ферритину 30-40 и даже побольше, в общем-то, но это все такая точечная работа, в общем-то, здесь без препарата железа тяжело обойтись. Поэтому здесь, конечно же, совет, чтобы быстро восполнить, прийти к доктору, посоветоваться, как быть в этой ситуации, улучшить и не тянуть решение проблем. Да, Иван, давайте мы немножечко еще поговорим о дефиците белка, потому что многие думают, что почему-то, что ферритин – это железо, да? Давайте мы все-таки скажем, что и ферритин, и трансферин – это белки, и если, например, человек недоедает белки, то, опять же, могут быть проблемы и с белками-переносчиками, и с самим ферритином. Если провести такую красочную аналогию, все мы немножко визуалы, в общем-то, если мы говорим про комбинацию трансферина и ферритина, это пассажиры и, допустим, троллейбус или автобус в качестве трансферина, то есть этот трансферин – это белок-переносчик, в общем-то. Если у нас ситуация, когда у нас много ферритина, допустим, мы его влили путем внутривенной инъекции, но у нас низкий белок, соответственно, у нас не хватает просто автобусов, хотя у нас много пассажиров, чтобы его перевезти. Поэтому очень часто попадаю в ситуацию, когда человек говорит, вот я прокапался, а эффекта вроде бы нет. Такого, которого я ожидал. Соответственно, смотрим белок, он совершенно маленький, низкий, 55-60. В общем-то, я бы рекомендовал рассматривать, ну, есть лабораторные референсы, там указано 65-66. Ну, где-то хотя бы от 70 вот так смотреть на нормальную ситуацию с белком, может быть, даже где-то и повыше. В общем-то. Да, оптимальные значения, они все-таки не 65, выше 70 – идеальный вариант. И тогда мы даем железо, мы получаем очень хороший результат. Поэтому, конечно же, все в совокупности, все в комбинации. Многие там начинают говорить, что вот-то есть врачи строгой доказательной медицины. Я, конечно же, соглашусь, что, конечно же, они есть, они замечательные доктора. В общем-то, но единственное, что маленькая ремарка, и в клинических рекомендациях тоже есть пробелы, и бывают они, в общем-то, и в референсных значениях тоже бывают пробелы. О них тоже можно упомянуть, и они очень существенные были до сегодняшнего момента, по крайней мере, точные. В общем-то, и не всегда, то есть, организм – это всегда единое целое. То есть, он работает гармонично, и систем достаточно много, и если мы говорим о том, что там только в железе, нет, надо обязательно посмотреть и дюлок, посмотреть и печеночные, и почные ферменты, соответственно, оценить уровень гормонов щитовидной железы, посмотреть. Потому что это как паровозиком тянутся все проблемы, задевается одно, а их проблемы возникают в другом месте. Очень часто пациенты с латентным железодефицитом в гипотиреозе, то есть, с низким содержанием белка. То есть, здесь всегда нужно смотреть в совокупности. И общий белок, конечно же, тоже фундамент, тоже основа хорошего состояния здоровья организма наших пациентов. Поэтому, милые женщины, прошу вас, да, тоже обратить внимание, что белок тоже нам необходим, значит, для счастливой и здоровой жизни. Да, а здесь еще и взаимные реакции, то есть, дефицит белка, у нас тиреоидные гормоны из белка строятся, и сама по себе гипоксия от дефицита железа, она плохо влияет на работу нашего гипофиза, да, то есть, того регулирующего эндокринного органа, который, там, тропный гормон, тот же тиреоидный гормон посылает к щитовидной железе, чтобы она вырабатывала больше тиреоидных гормонов, конечно. Поэтому, друзья, мы всегда с Иваном комплексно подходим к здоровью, не лечим анализы, мы пытаемся восстановить здоровье комплексно. Нужно оценить все, потому что именно в печени депонируется железо, депоферитина – это печень, если печень плохо работает, могут быть и с этим проблемы. И также у нас есть почки, и причем очень интересно, и с точки зрения китайской медицины почки влияют на уровень вашего железа, на то, есть или нет анемия. И с точки зрения современной медицины почки важны, почки вырабатывают эритропоэтин. Иван, пару слов буквально скажите, пожалуйста, в чем здесь может быть проблема, если плохо работают почки? Почки – удивительный орган, а помимо фильтрационной функции они выполняют еще очень важную функцию регуляции кровотворения. За счет эритропоэтина, который сказала Лена Станиславовна, это один из главных дирижеров, можно сказать, обмена железа, в общем-то, наравне с гипсидином. В общем-то, это та структура, которая помогает в случае чего, это так называется, фактор гипоксии. В общем-то, посылает сигнал из нашего головного мозга, что у нас гипоксия в наших органах и тканях. И, соответственно, почки дают тоже сигнал через этот фактор, и эритропоэтин вырабатывается больше. То есть он говорит, нужно больше эритроцитов, иначе мы не справимся. Соответственно, без эритропоэтина вся эта конструкция не имеет значения, то есть она работает неправильно. И часто мы наблюдаем таких пациентов именно с хронической болезнью почек, находящихся на диализе, у которых анемия. Она практически у 97% пациентов, находящихся на диализе, и там происходит неадекватная работа эритропоэтина. Его периодически подкалывают, иногда 3 раза в неделю, иногда используют ралонгированную форму 1 раз в 2 недели, либо 1 раз в месяц. В общем-то, но все равно без эритропоэтина лечить анемию при хроническом заболевании почек практически невозможно. Но там приспользуется комбинация, то есть вводится в диализную систему железа и обязательно, в общем-то, эритропоэтина. Поэтому без эритропоэтина... Да, без почек никуда. ...не поедет. Да, без почек никуда. Друзья мои, еще раз мы вам с Иваном напоминаем о важности комплексного подхода к здоровью и о том, что все в организме взаимосвязано. Поэтому пойти и сдать анализ только на сыворочное железо или только на печеночные ферменты не очень полезно. То есть хотя бы раз в год нужно делать своеобразный чек-ап. И особенно женщинам. Почему? Потому что с точки зрения, например, восточной медицины, кровь – это основа тела женщины, а у мужчин – основа тела энергия. Поэтому мужчины у нас не менструируют, а женщины менструируют. И, естественно, если мы находимся в репродуктивном периоде, у нас ежемесячные утечки железа, особенно если мы, например, мало рожаем. Потому что кто-то говорит, а как же наши бабушки, прабабушки. Но бабушки, прабабушки, например, имели 8 детей. Соответственно, 8 детей – это 16 лет без менструации. Год она почти беременна, еще год она кормит грудью. Поэтому представьте себе, хотя бы не было таких утечек по железу. И обращайтесь, пожалуйста, на это внимание. И у нас даже на сайте Всемирной организации здравоохранения написано, что всем взрослым людям 2-3 месяца в году нужно профилактически принимать женщину. 65 миллиграммов железа в сутки. Вот такая история. У нас как бы в методических рекомендациях для врачей этого нету. И вам нету. Да, здесь получился небольшой профил. Даже я бы назвал его большой. Большой, да. И ферритин, насколько я знаю, тоже кто-то еще по старинке смотрит просто на гемоглобин. Да, это тоже очень актуально. Спасибо, что подняли эту тему. Потому что многие женщины, приходя на прием, показывают свои анализы и с гордостью показывают, что у них нет. Они просто обращают внимание на то, что лаборатория обычно выделяет жирным цветом. В общем-то, когда есть изменения, либо стрелочками вверх-вниз, если есть повышение референса, либо понижение. И гордо показывают мне перейти на 11. В общем-то, когда указан референс 10-120. И думают, что у них все хорошо. На самом деле это не так. Поэтому, конечно, мы не говорим, что это живой труп, в общем-то, как некоторые утверждают. Но ситуация близка к такой, достаточно критичной, потому что качество жизни женщины очень сильно снижается во всех сферах. То есть это работа, это личная жизнь, снижение либидо. Красота, которую вообще женщина делится с окружающим миром, со своими близкими, родными, со своей второй половинкой, в общем-то, тоже страдает. Это волосы, кожа, ногти. То есть женщина даже может сказать, что фотографии, если сравнить до и после, они резко изменились. Поэтому здесь, конечно же, по ферритину очень такой актуальный момент, что те же самые американцы пересмотрели в 2020 году норму ферритина, подняв ее сразу в три раза. С 15 до 45. То есть фактически признав то место, которое занимает ферритин, его актуальность и важность. В общем-то, в наших клинических рекомендациях 2021 года 30 указано в одном месте, а в другом 40-60. Уже прогресс какой-то есть, да? В более приятную сторону. Да, но мы все-таки понимаем, что ретроспективно, если посмотреть на ситуацию, получается, до 2020 года даже в той же Америке женщина с ферритином 15, то есть получается, ну, грубо говоря, 16 считалась нормальной. В общем-то, поэтому здесь тоже, я думаю, что наука не стоит на месте. Может быть, мы доживем когда-нибудь до ситуации ферритина 60, официально признанной 70, может быть, даже 100. Потому что верхняя граница по ферритину, даже по топовым клиникам, мио и так далее, в общем-то, 300 у женщин, 400 у мужчин. То есть даже такие значения, и они никого не пугают, а и клинически значимая перегрузка железным от 1000 начинается. В общем-то, поэтому здесь даже с точки зрения где-то официальной медицины мы не прогадаем, если у женщины будет чуть больше, чем вот эти вот нижние границы нормы. Поэтому я всех призываю обращать внимание не на референсы, прийти к специалисту, который оценит вас, посмотрит и скажет, как быть в этой ситуации, как поднять до оптимальных значений. В общем-то, чтобы жизнь вообще, так скажем, батарейка была полной, чтобы к концу вечера у вас хватало сил вообще на семью. Да, пофеерить, пофеерить, пофеерить женщинам обязательно. Да, потому что очень много актуальности, вот это хотел поделиться, многие пациентки и вот рассказывают свою историю жизни, говорят о том, что в принципе рабочее время занимает с 9 до 6, условно говоря, либо там с 8 до 5, час-два дорогу домой, если это Москва, Московская область, либо Санкт-Петербург, и в 7-8 вечера, пока женщина попадает домой. В общем-то, и остается всего буквально час-два-три, в общем-то, чтобы уделить время семье, близкому человеку, детям, в общем-то, а в это время уже батарейка кончилась. Поэтому, конечно, неудивительно, что она кончится, аспиритином 11. Поэтому призываю, конечно, всех, в общем-то, показать вообще своему доктору результаты анализов, сдать их изначально, в общем-то, и поднять уровень до оптимальных значений, чтобы жить полноценной жизнью. Да, я пришла за много лет практики к такому выводу, что уровень ферритина, он, ну, естественно, с учетом всех остальных факторов, он у каждого свой. И я всегда смотрю на референс и женщинам рассказываю. Вот смотрите, в референс, от 10 до 300, у вас 10 тысяч зарплата или 300? Как вы себя чувствуете, да, лучше, конечно, когда 300? И это была прямо моя личная история, потому что, несмотря на то, что я много лет работала в правительственном медцентре, подняв свою старую историю, карту, посмотрев, что у меня был 9 ферритин, потому что раньше не обращали на это внимания и мучилась и головными болями, и головокружениями, и постоянно был дефицит энергии, и румянца не было. И когда я уже занялась непосредственно этой проблемой, капала себе, конечно же, железо, то понимаешь, что сейчас 50, я себя чувствую лучше, чем когда мне было 30. И, милым дамам, еще хочется заметить, указать на то, что многие жалуются на то, что бесконечно относят достаточно серьезные суммы к косметологам, делают уколы красоты, а эффект не держится. И выглядят они все равно плохо, выглядят уставшими. Почему? Потому что именно кровь питает изнутри все клеточки нашего тела. И как бы что снаружи вам не мазали, что бы ни делали, все равно основная часть всех тканей наших, конечно же, питается тем, что принесла кровь. А если дефицит железа, если анемия, то будет гипоксия, будет кислородное голодание. И кроме косметологии, конечно же, кислородное голодание прежде всего влияет на работу мозга и на работу сердца. Поэтому проблемы связаны с раздражительностью, с нарушением сна, с дефицитом энергии, с какими-то мушками перед глазами, ортостатическое головокружение. Когда женщина резко встала, ее в сторону повело, потому что головокружение. И даже есть клинические исследования, которые говорят, что при дефиците железа менструации могут не только быть скудными, и тонкие эндометрии образуются в матке, проблемы зачать, но и том, что менструации наоборот становятся очень обильными. И тут замкнутый круг. Дефицит железа, анемия, гипоксия и, соответственно, неправильно питаются все клеточки, в том числе и плохо формируется эндометрий, плохо отслаивается, образуются сгустки и еще больше усугубляется железодефицит. И известно, что даже панические атаки провоцируются гипоксией мозга, которая связана с железодефицитом. Иван, давайте мы такую важную тему, как беременность и железодефицит, обговорим. Почему? Потому что каждая вторая женщина беременная обращается. Опять же, не все смотрят у нас при наблюдении за беременными на аферитин, не все смотрят железосвязывающую способность, трансферин, какие-то новые анализы, типа растворимых трансфериновых рецепторов. Опять же, посмотрели на гемоглобин и вроде бы считается, что 105 беременной – это норма. А в результате мы видим преждевременное старение плаценты, мы видим гистозы, мы видим внутриутробную гипоксию, задержку внутриутробного развития и какие-то еще более неприятные моменты в родах. Например, от гипоксии происходит мекониальная аспирация, то есть ребенок заглатывает свой собственный кау и попадает в реанимацию. Давайте мы это обсудим. Замечательная тема, потому что я очень много наблюдаю беременных пациенток, и это прямо сплошь и рядом, буквально каждая первая, и здесь не каждая вторая, а точно встречается. Дело все в том, что железо необходимо женщине не в обычной жизни, а в период беременности особенно, потому что появляется малыш. И потребление железа растет по экспоненте, начиная со второго триместра, очень сильно увеличивается. И достигается пика к 8-9 месяцу беременности, когда мама отдает железо максимально своему малышу. В общем-то, действительно правда, что если возник дефицит железа, ребеночек может родиться недоношенный, возникнет состояние гипоксии плода, риск при эклампсии, эклампсии возникает, риск развития послеродовой депрессии очень сильный. Нам, конечно, больше превалирует гормональная история, но если добавляется к этому железодефицит аномия, обязательно все это дело усугубляется многократно. В общем-то, уменьшается количество грудного молока. Это тоже очень важный момент, потому что малыш получает очень много питательных веществ с грудным молоком. В общем-то, без нее, в общем-то, последствия могут быть самые различные. Елена сказала, Станислава на них, поэтому обращаю всех внимание, самое пристальное внимание, до беременности, подготовка к беременности, чтобы оценить, чтобы не было железодефицита во время беременности. В общем-то, и обратить внимание на препараты железа не только внутрь, которые принимаются, но и внутривенные. Почему? Потому что у беременных чаще, чем у других, соответственно, возникают побочные эффекты на препараты железа внутрь. Такие как дискомфорт в животе, металлический привкус в арту, тошнота, в котором может возникать. Плюс анатомические особенности, что ребеночек немножко поддавливает желудочно-кишечный тракт, за счет просто своего увеличения, когда он растет. И, соответственно, у беременных могут быть запоры, а препараты железа, которые принимаются внутрь, еще могут усугублять эту ситуацию. И запоры усиливаются на фоне приема препаратов железа, которые принимаются внутрь. В общем-то, если все в совокупности, это обязательно, вот я бы включил бы в стопроцентный скрининг ферритин, чтобы все смотрели обязательно запасы железа, когда они снижаются. Потому что те нормы, которые есть, досмотрятся 110 в первом и третий триместре, 105 во втором, а про ферритин забыли. В общем-то, и в этой ситуации мы рискуем, сильно рискуем не только здоровье мамы, но и здоровье малыша. Поэтому обязательно контролируем, обязательно поднимаем. И я бы, конечно же, обязательно планировал беременность. То есть, если мы, у нас в планах пополнение, расширение семьи, приятное событие, в жизни каждой женщины очень важное. И для мужчины тоже важно. Я рекомендовал бы мужчинам тоже обращать внимание на здоровье своих женщин. В общем-то, если вы хотите видеть счастливую, довольную женщину, цветущую, чтобы у вас был здоровый ребенок, обязательно проконтролируйте эту ситуацию тоже со своей стороны. Обратите на это внимание. Поэтому, если нас смотрят мужчины, тоже, в общем-то, я бы рекомендовал контролировать здоровье своих женщин. Ну, а женщинам, соответственно, тоже смотреть за своим состоянием. Да, и в послеродовом периоде обязательно, потому что и так женщина часто из-за гормональной перестройки теряет часть волос. А если еще и анемия, то есть это очень серьезные потери. Учитывая, что у нас эпоха сейчас ковида, и после ковида еще кто-то не восстановил шевелюру, то, в общем-то, еще и анемия это может усугубить. И, конечно же, я еще хочу отметить, что не только как раз кормящей маме в послеродовом периоде надо посмотреть, еще раз проверить, все ли хорошо у нее, нет ли у нее явного или латентного железа дефицита, но и малышу, потому что, в принципе, физиологически к трем месяцам даже те малыши, которые от полностью здоровых мам могут иметь какие-то проблемы с анемизацией. И именно в три месяца, например, в Советском Союзе всегда сдавали клинический анализ крови, но тогда, опять же, ориентировались больше по гемоглобину. И кому-то из детей нужно будет раньше давать, например, прикормы, те же, например, в виде мяса, гемового железа. И кому-то нужно давать препараты железа внутрь. Почему? Потому что дети, опять же, есть недоношенные от дефицитных мам. Дефицитная мама не подготовлена к беременности или, если не восполнена во время беременности дефицита, она их передает детям. Дети в таком же дефиците. Маленький ребенок с гипоксией. Что это такое? Это бесконечные консультации невролога, потому что он плохо спит, потому что он срыгивает, потому что у него болит живот, он ночью не спит, днем спит, у него задержки в развитии и так далее и тому подобное. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, на это внимание. Ну и, конечно, давайте, Иван, про мужчин поговорим, потому что ко мне часто приходят мужчины, которые активно занимаются спортом, или они, например, часто летают в перелетах, и я вижу, что периодически у них просадка идет как раз по дефициту железа. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, и у меня, кстати, такие пациенты тоже появились в большом количестве. Я вот не ожидал в какой-то момент, но к этим нет, конечно, женщины. В общем-то, но мужчины, настолько активные, занимающиеся спортом, тоже являются в группе риска по железодефициту. И такие пациенты сначала, они вызывают мне какую-то одностороженность в плане, может быть, где-то другая патология есть. Обследуем, ничего не находим, все хорошо по всем обследованиям. Но при этом человек говорит, я занимаюсь пять раз в неделю спортом, у меня лыжные марафоны. В общем-то, это большая физическая нагрузка. Бегуны, соответственно, тоже, которые любят полумарафоны, марафоны, бегают несколько раз в сезон. Соответственно, расход железа просто очень большой. Поэтому, обращая на это внимание, я даже у первого пациента, который бегал в лыжные марафоны, у него есть даже специальная табличка, он зафиксировал себе все показатели, начиная там с 5-летнего периода, в общем-то, и где были низкие уровни ферритина, и гемоглобин был к нижней границе нормы за счет своей активности, там были результаты хуже. В общем-то, соответственно, и он сразу говорит, я чувствую, вот прямо выхожу на круг и не могу обогнать оппонента. И понимаю, что вот бы мне сейчас чуть-чуть еще железо, чуть-чуть еще больше ферритина, я бы его обогнал. Поэтому прокапали железо, все сделали, результаты просто выше намного, даже ожиданий, которые были, и выше предыдущих. Поэтому, конечно же, если даже посмотреть просто на общий анализ крови, там три типа клеток, эритроциты, тромбоциты и лейкоциты, можно посмотреть, увидели циферку напротив лейкоцитов и 10 девятой степени. В общем-то, посмотрели тромбоциты, тоже 10 девятой, а посмотрели эритроциты 10-12 степени. То есть вы представляете, что клетки самые многочисленные, в общем-то, клетки нашего организма, эритроциты, сколько требуется железо, чтобы обеспечить все органы ткани кислородом. Поэтому без железа, конечно, оно занимает центральное место в нашем здоровье. А для мужчины, конечно, уровень эритина очень критически важен для успешности в делах, твердости в характере, энергичности, в общем-то, спортивных достижениях. Поэтому если вы спортсмен, в общем-то, активно занимаетесь спортом на регулярной основе, обязательно поддерживайте, да, уровень железа необходимый, проходите обследование, в общем-то. И вот эта табличка мне очень понравилась у этого пациента, где он записывает все свои показатели. То есть прямо такое досье маленькое на себя, в общем-то. И очень, кстати говоря, удобно отслеживать. Видно, что здесь вот он просел, и, соответственно, надо восполнять. То есть он даже уже на этапе подготовки к соревнованиям пришел, соответственно, прокапался. Да, да, отлично. Заранее, то есть видно, понимаешь, что высокие нагрузки предстоят, в общем-то, нельзя, в общем-то, уступить конкурентам, в общем-то, и, соответственно, с хорошим уровнем железа обходить конкурентов намного проще и быстрее. Поэтому, конечно же, эта группа пациентов, она не такая большая, может показаться, как женщин, в общем-то, но от этого не менее важная. Поэтому мужчины, да, если вы имеете, да, страсть, любовь к спорту, в общем-то, к большим физическим нагрузкам, поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание. Железо – это тоже основа вашего мужского здоровья. Да, я по себе, например, знаю, я тоже занимаюсь силовыми тренировками, что когда у меня на верхней границе моей нормы ферритин, для меня норма 150, я честно скажу, потому что когда падает ниже 80, я понимаю, что у меня хуже становится память, внимание, как много работающая женщина и занимающаяся физической активностью, конечно же, мне нравится, когда у меня побольше. И, как Иван сказал, мы часто же видим пациентов с гемохроматозом, которые доживают до 90 лет с ферритином 700-800, да, то есть сильного перегруза от того, что вы сделаете капельницу, у вас в грамотных руках случится, может, весьма вряд ли. И прирост мышечной массы на фоне нормального уровня ферритина, а если он еще у вас высоко нормальный, гораздо быстрее происходит, даже в моем возрасте 50+. А если вы еще и молоды, то, конечно, ну, я думаю, что фантастических результатов в спорте можно добиться. Я бы еще одно замечание сделала по поводу здоровья мужского сердца, потому что, к сожалению, у нас в стране максимальная смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. И если мужчина занимается спортом и страдает от гипоксии, как мы с Иваном сказали уже, от гипоксии в первую очередь страдает головной мозг и сердце, сердце, то можно, в общем-то, допрыгаться и при больших физических нагрузках, даже до транзиторных ишемических атак и микроинфарктов, и даже обширных инфарктов. Поэтому внимание, пожалуйста, мужчины, кто активно занимается спортом, особенно каждый день, через день, следите, пожалуйста, за уровнем своего железа, своего ферритина, пожалуйста, да, это здоровье вашей сердечно-сосудистой системы. Иван, давайте мы пару слов скажем про кофакторы, которые нам нужны для усвоения железа из пищи. Понятно, что и B12, и фолиевая кислота нам нужны, и в каких ситуациях обязательно это нужно мониторировать. Елена, ты практически ответила на вопрос, в общем-то, очень такой момент, очень, да, деликатный. Конечно же, кофакторы – это те вещи, которые помогают железу усваиваться. В общем-то, лидером я бы поставил на первое место витамин С, обязательно он помогает железу усваиваться. В общем-то, если мы употребляем достаточное количество пищи, требуется совсем небольшое количество, порядка 90-100 миллиграмм, в общем-то, витамина С, в общем-то, и витамин B9 – фолиевая кислота, витамин B12 обязательно, цинк, медь, в общем-то, и еще бы я бы сюда обязательно добавил общий дулок. То есть, в этой совокупности кофакторов, вот если мы все везде, со всех сторон постарались, прикрыли, в общем-то, здесь, в принципе, фолиевая кислота B12, в общем-то, витамин С есть, цинк, медь, в общем-то, и общий дулок. Вот если вот здесь вот все основное закрыли, в принципе, проблем быть не должно. Поэтому, если где-то у вас есть проблемы по гемоглобину, проседаете, чувствуете не так, набираете хорошо ферритин, в общем-то, обратите внимание, пожалуйста, на эти вещи. Ну, про общий дулок мы уже сказали, в общем-то, в начале подкаста, в общем-то, тоже обязательно очень активное внимание уделяем. Ну, вот медь, конечно, цинк, в общем-то, витамин B9, B12, без них кровотворение не будет работать гармонично, хорошо, поэтому для кровотворения критически важно, конечно, чтобы было железо, была фолиевая кислота, B12, эритропоидин. Это четыре основные вещи, но без кофакторов, вот других, о которых мы перечислили, тоже, в общем-то, хорошего спектакля не получится. В общем-то, полноценного кровотворения тоже не будет. Это основные вещи, но без кофакторов тоже. Я видел ситуации, когда с дефицитом меди, в общем-то, поезд не ехал, что называется, поэтому цинк тоже важен. Здесь общий белок, если 50, мы о чем можем говорить? Мы можем сделать, дать хорошую внутривенную дозу железа, но то же самое, кто его будет развозить по организму. Поэтому, соответственно, не бывает мелочей, в общем-то, не бывает таких факторов, которые, можно сказать, не важны, поэтому все важно, наш организм работает как единое целое. Если где-то проседаем, соответственно, может быть, медобор. Может быть, где-то будете проседать, соответственно, вот эти вот вещи я бы обратил внимание. Да, и сейчас, кстати, достаточно часто встречается дефицит меди. Возможно, это связано с типом питания. Много людей кушают полуфабрикаты, и пища рафинированная, и избыток углеводов, разных добавок, разрыхлителей, усилителей вкуса, консерванты, возможно, и с этим. И я даже ввела для женщин в годовой чекап посмотреть медь. Очень часто бывает дефицит, причем, ну, не просто низ реверенса, это ниже, ниже. И не всегда просто даже бывает восполнить. Достаточно большие дозы добавок приходится давать. Иван, давайте мы поговорим о способах введения железа. Я никогда не рекомендовала внутримышечные инъекции, а сейчас мы с вами знаем много исследований о том, что даже саркома мышечная провоцируется. Давайте мы пару минут про это поговорим. Да, есть такой способ введения железа, как внутримышечный. Это всем знакомый уколы в попу. В общем-то, это один из вариантов введения железа. В настоящее время он не рекомендуется для широкого использования. Почему? Биодоступность такого железа крайне низкая. То есть она у нас сопростоенно с препаратами железа внутрь принимаем, и даже меньше. Поэтому здесь очень спорно по эффективности. По поводу эстетики, конечно же, мы живем в век, когда лечение важно во всех аспектах. Если мы сделаем женщине большие-большие синяки, которая будет болеть, когда она будет сидеть, ехать в автомобиле, на работе, она будет вспоминать нас, и мы попадем в категорию самых нелюбимых докторов для нее. В общем-то, что называется. А с сексуальной точки зрения тоже никто не отменял эстетику. В общем-то, на пляже, в бассейне, в интимной жизни, да просто в зеркале, если увидеть картину с большими-большими синяками, которая не проходит. У меня уже были пациентки, которые приходят с синяками, которым исполнилось уже 5 лет, больше. В общем-то, где-то стандартный, ну, примерный диапазон, когда проходят эти синяки, где-то 2-3 года. Поэтому есть даже, которые, в общем-то, вводили неоднократно и более 5 лет пытаются эти синяки. В общем-то, Лен Станиславов сказал очень важную вещь, о которой нельзя не сказать, это риск развития саркома в месте введения. То есть этот риск маленький, но подвергать его пациенту, конечно, пациентов, конечно же, не хотелось бы. Поэтому все в совокупности, если посмотреть на все проблемы, которые есть, пользы, в общем-то, которые приносятся, перевешивают в сторону того, чтобы не рекомендовать этот способ для лечения анемии железодефицита. Поэтому прошу вас, не используйте этот вариант для себя, для лечения. Кто-то, если посоветует вам из близких, в общем-то, проверьте подругу на частоту помыслов, в общем-то, что такой вариант лечения не рекомендован. Поэтому есть более другие, современные методы лечения, лучше присмотреться и взглянуть в сторону них. Да. Друзья, еще такой важный момент – дефицит железа в антивозрастной медицине. Мы все хотим жить до глубокой старости, но хотим быть активными, трудоспособными и наслаждаться жизнью и приносить пользу людям. Поэтому, конечно же, деменция, которая с увеличением возраста сейчас прогрессирует, это не только болезнь Альгеймера, это сосудистая деменция, болезнь Пика и многие другие заболевания, которые в общую группу деменции, проблемы с памятью, можно отнести. Так вот, дефицит железа, он, естественно, приближает эту картину, потому что, как мы говорили, от гипоксии в первую очередь страдает головной мозг. И, опять же, гипоксия очень часто является одним из тех факторов, которые усугубляют атеросклероз, возникновение атеросклероза. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. И у нас, например, в антивозрастной медицине существует норма ферритина, очень интересный – вес плюс возраст. То есть нижняя граница – это вес человека, а верхний – вес плюс возраст. То есть ни о какой цифре 10, 15 и 20 ферритин, здесь даже речи не идёт. Для чего это нужно? У вас будут хорошие мышцы, вы сможете при специальных упражнениях набрать хорошую мышечную массу. У вас будут крепкие мышцы ног, ягодиц, соответственно, вы будете лучше качать кровь к сердцу и головному мозгу. У вас будут хорошо работать сфинктеры, поэтому не будет каких-то таких неприглядных проблем, как упущение мочи и газов при смехе, кашле, при прыжках, например. И, безусловно, удержите в глубокой старости бокал с чаем или с кофе даже, если позволит здоровье. И хорошая мышечная масса, она будет способствовать тому, что и костная ваша опорно-двигательная система будет здоровее. Ну и, естественно, сам головной мозг будет лучше работать, будет сохранна память, внимание, сможет сосредоточиться. И, опять же, очень интересный механизм. При анемии также страдает орган зрения, потому что что такое глаза? Это участок мозга на периферии, сетчатка – это сосуды. И, естественно, если плохое кровоснабжение, если низкий уровень железа, то здесь мы видим проблемы. А еще проблема в том, что часто у нас, граждане России, страдает избыточным количеством сахара в крови и диабетом, преддиабетом. К сожалению, нормы повышаются уровня сахара, гликированного гемоглобила каждые 10-15 лет в самую плохую сторону. То есть то, что там 20 лет назад считалось преддиабетом, сейчас норма, а то, что было диабетом, сейчас преддиабет. И все это крайне плохо сказывается на функции почек, которые, как мы с Иваном говорили, ретропоэтин вырабатывает. То есть забивается канальцы почек, ухудшается фильтрация, это можно также посмотреть, скорость клубочковой фильтрации. И начинаются проблемы здесь. Дальше проблемы начинаются такие, что избыток сахара также забивает мелкие сосуды глаз, ухудшается зрение. И мелкие сосуды головного мозга, и мелкие сосуды коронарных артерий, то есть те сосуды, которые непосредственно еще и само сердце питают. То есть вот какой комплекс проблем. И если у вас нет железодефицита, если у вас нет анемии, вы уже делаете такой большой шаг назад от этих заболеваний и сможете предотвратить такие серьезные проблемы. Иван, такой момент, связанный с капельницами. Многие почему-то пугаются. Какие-то врачи-блогеры, уж не будем называть фамилии, раздувают истерию, что капельница – это опасно, что чуть ли там не умирает от них. Ну, мы с вами видим прям противоположную ситуацию, что женщины расцветают прямо на кончике иглы, перестают умерзнуть руки-ноги, перестают женщины носки на ночь одевать и под тремя одеялами прятаться. И сразу у них энергии много. То есть в чем проблема? Я сейчас вижу абсолютно качественные препараты железа. У нас есть венофер, у нас есть ференжек – препараты, которые во всем мире используются. Больше того, у меня пациенты по всему миру. Я хочу сказать, что есть аналоги, абсолютные аналоги и венофера, и ференжекты. Даже в Непале, друзья мои, то есть даже там пациентки находят эти препараты и даже там капают. Север Индии, Непал. Но почему у нас такое отношение? Вы же не капаетесь где-то в подворотне. Вы приходите, я вот отправляю к Ивану достаточно часто своих пациентов. Капает медперсонал в медицинских центрах. У нас, правда, есть еще одна такая неприятная хитрость от частных клиник, от тех, кто капает железо, потому что клиникам, понятно, выгодно, если вы к ним придете много раз. И мы уже с Иваном между собой обсуждали ситуацию, когда вместо двух капельниц с ференжектом делают 10 капельниц, ференжект имеется в виду ампула по 500 миллиграмм, делается 10 капельниц по 100. То есть мало того, что это растянуто во времени, с вас за каждую капельницу снимают деньги, за каждый прием доктора, за каждый, после каждой капельницы почему-то такой маленькой, опять же, смотрят ферритин. Через два дня вы приходите снова, вам снова лезут в вену, ну и так далее, тому подобное. Иван, прокомментируйте, пожалуйста, с чем может быть связано, почему все так боятся капельниц? Это просто старая история, мне кажется, флешбеки из прошлого, потому что, в общем-то, старые препараты железа на основе декстрана действительно являются аллергенными. В общем-то, они должны водиться с тест-пробой обязательно. Рассчитываться железо должно по формуле гонзоне, в общем-то, водиться, то есть под наблюдение персонала. И действительно, вот именно железная основа декстрана дает эти аллергические реакции. В общем-то, даже железная основа декстрана, правильно введенная, она дает аллергические реакции вплоть до 1%. Да, все, 99% все хорошо, но 1% будет аллергических реакций, ну, вплоть до тяжелых. Поэтому боятся именно тяжелых реакций. Поэтому здесь, я думаю, что лучше не продешевить, в общем-то, выбрать препараты железа более качественные, более дорогостоящие, в общем-то, в пользу себя, своего здоровья. Соответственно, здесь я бы не сказал каких-то ограничений, то есть спокойно можно человека прокапать. То есть даже беременные женщины, мы к этому, я думаю, что обязательно вернемся и поговорим об этом. Второй, третий триместр, пожалуйста, это введение препаратов, когда видно, что ввели препарат, и гипоксия у малыша ушла. То есть это прекрасное состояние вообще. В общем-то, появилась радость к жизни. Уже на следующий буквально день, некоторые даже уже и после введения, что называется, на игле, чувствуют уже вечером, звонят и говорят, доктор, мне намного лучше, спасибо. В общем-то, поэтому здесь и психоэмоциональный эффект, и действительно улучшение состояния, объективное, оно на глазах. Поэтому страхи, они связаны с прошлым, в общем-то, с препаратами железа старого поколения. Поэтому здесь, конечно, вот эти страхи, в общем-то, они, да, они обоснованы для тех препаратов. В общем-то, и проблема, наверное, в том, что у врача в поликлинике 10-12 минут на пациента. Нет процедурного кабинета, где капать железо. Соответственно, пациент, кто превратился в государственную поликлинику, он падает в ловушку, соответственно. Здесь он не может, в общем-то, выйти из этой ситуации. Ну, конечно же, выход есть. Обратиться к специалисту, к доктору, кто вас направит, поможет, в общем-то, назначит лечение, в общем-то, после которого вы обретете здоровье и хорошее самочувствие. Поэтому здесь, в этой ситуации предлагаю не бояться. То есть, страхи, они должны быть обоснованы. Конечно же, да, если препарат железный на основе текстрана, там есть ограничения. Все, которые для них характерны. Конечно, тест доза, расчет по формуле гонзони, введение до 5-6 часов большой дозы. В общем-то, если вы, так скажем, не хотите вот этих вот прелестей и счастья, в общем-то, есть другие препараты, и можно в них в эту сторону посмотреть. Но опять же, конечно же, под наблюдением доктора введение должно происходиться. Поэтому всех призывают без подпольного введения обходиться, в общем-то, под наблюдением врача. И тогда будет хороший результат, хорошее самочувствие и вернувшееся к вам здоровье. Да, мы работаем с современными препаратами, поэтому, как правило, все у нас замечательно и беременным спокойно капаем, и все хорошо. И на КТГ даже видно у беременных улучшение состояния. Действительно, вот что Иван сказал, все хорошо, гипоксия уходит, плацента хорошо кровоснабжает плод, проблемы уходят буквально на кончики иглы. И, конечно, друзья, еще один момент хотелось бы до вас донести. Кто-то считает, путает, например, что высокий ферритин, как белок острой фазы воспаления, если он после капельницы высокий, то это говорит о том, что вот все, ввели железо, и у человека началось воспаление. Иван, давайте мы проговорим эту ситуацию, чтобы не было путаницы. Да, здесь на самом деле бывают опасения. Я всех своих пациентов предупреждаю о том, что по инструкции будем контролировать показатели через месяц, когда организм усвоит все полученное железо в ходе капельницы. В общем-то, и все равно нет-нет, тайком некоторые женщины, у них было там 5, 6, у кого-то 7, у кого-то 8, у кого-то 10, они хотят увидеть. И будет 300, 400 ферритина, ферритина, в общем-то, и пугаются, и приходят ко мне обратно и звонят и пишут, в общем-то, что мне делать. В общем-то, на самом деле, здесь не пугаться, в общем-то, не опасаться этой ситуации. Здесь организм усваивает железо по инструкции, где-то к 6-9 дню все эритроциты старательно напитываются железом, и постепенно происходит гармоничный процесс насыщения. В общем-то, того, чего не хватало, организм получает наконец-то. В общем-то, женщина расцветает, в общем-то, и единственная просьба, конечно, чуть-чуть подождать. То есть, конечно же, слабость, утомляемость, это быстро уходит, быстрее намного. С волосами, конечно, и с кожей прошу набраться немного терпения. Это вопрос, индивидуальный процесс, в общем-то, но все равно месяц, два, три вы почувствуете улучшение кожи, волос, в общем-то, ногтей. Поэтому здесь, конечно, в общем-то, в этом плане я бы рекомендовал просто чуть-чуть набраться терпения и не бояться высоких цифр эферритина после введения, соответственно. Здесь, конечно, я бы рекомендовал соблюдать дозу, которая вводится, в общем-то, не, скажем, лучше враг хорошего, в общем-то, стараться иногда не переходить в грани, красные флаги, в общем-то, если, там, показано тысячу-полторы миллиграмм, не стараться, там, чем больше, тем лучше использовать принцип. Здесь в этой ситуации он не работает, поэтому здесь, конечно же, я бы рекомендовал не превышать дозы и не бояться высоких цифр после введения адекватной дозы. Да, это абсолютная норма, да, если у вас ферритин высокий после капельниц, это абсолютно нормально. Если он высокий на фоне ковида, то, конечно, мы вам капать его никогда не будем, нам не придет в голову. То есть, пожалуйста, не путайте, это нормально. И, конечно, Иван совершенно правильно заметил, лучший враг хорошего. У меня пару раз были ситуации, когда девочки, уже убрав анемию и нормальный ферритин хороший был 300-400, у них шикарная шевелюра вырастала, и они решали, что если они еще сейчас копанут, еще столько же, то прям можно волосы до колена тростить. И я говорю, ну слушайте, давайте мы не будем, и так хорошо. Но куда-то шли, кого-то просили и делали. И тут, опять же, проблем у нас никаких не было, но здесь вопрос, зачем, да? Зачем нам лишнее? Мы всегда, конечно, можем добавить, но и лишнее, оно не всегда нужно. То есть, нам нужны оптимальные значения, когда у вас организм начинает прекрасно функционировать. Иван, еще такой вопрос. Как часто вы советуете женщинам, менструирующим, которые в репродуктивном периоде смотреть в анализах крови самим свой ферритин? Потому что, как мы выяснили, к сожалению, ни по строковке ОМС, ни по ДМС пока всем подряд у нас такие анализы не делают. Ну, ферритин, на самом деле, не такой дорогой анализ. В общем-то, в районе там 700 тысяч рублей плюс-минус, в зависимости от лаборатории стоит, берется из Вены. В общем-то, на следующий день же результат готов. Поэтому здесь, в принципе, раз в год минимумно просмотреть. В общем-то, либо по жалобам чаще. Чувствуете, устаете, чем более, чем привычные от нагрузки. В общем-то, допустим, поднимались пешком спокойно на третий, четвертый, пятый этаж. Уже проходите, чувствуете одышку, либо сердцебиение учащенное. По волосам. Посмотрели, где-то прорежается, более-более стали чаще волосы. На ситечке, в ванной вы можете увидеть больше волос, чем обычно. Кожа становится более сухая, допустим, больше стали крема использовать, в общем-то, для ухода, для увлажнения кожи. Тоже момент обратить внимание. В общем-то, где-то, вот, обратите внимание, допустим, снижение либидо. Тоже я рекомендую, конечно же, понятное дело, что бывают и другие причины, но вот в комплексе обязательно посмотреть, оценить ферритин. Поэтому здесь, если будет раз в полгода, будет отлично. Вот если, ну, минимальный, конечно, раз в год вообще. Если по жалобам, то чаще. То есть, мы контролируем, если что-то где-то появилось, обязательно посмотрели, оценили, в общем-то, и откорректировали. Да, друзья мои, в завершение, что мы хотим с Иваном вам сказать? Без железа жизни нет, никакой. То есть, и подготовка к зачатию. Мы смотрим, нет ли у мамы явного или латентного железодефицита. И во время беременности, чтобы не было проблем с гипоксией у плода. И после родовом периоде, и для маминого здоровья и красоты, и для ребенка, соответственно, чтобы все хорошо у него было с неврологией, хотя бы даже так, да? И для подростков, потому что, если вы заметили, что подростки, особенно девушки, у которых уже есть менструация, утром невозможно добудиться, вечером, хотя устали, проблемы со сном, плохо засыпают или просыпаются, не могут уснуть, слишком раздражительные. Опять же, проблемы с кожей, с волосами, утомляемость. Или они сидят, делают уроки, и толку в этом ноль. Там 10 раз прочитали, ничего не поняли, да? Спят на занятиях, учителя жалуются. И в целом, такая, как я называю, бледная немочь. Подросток, да, бледный, с сухой кожей, постоянно усталый, раздраженный, уж точно нет у него сил с физкультурой заниматься, мальчики не смотрят на девочек, девочки не смотрят на мальчиков, ну и так далее, и тому подобное. То есть подросткам нужно. Обязательно нужно людям в активном периоде, потому что нужна энергия для того, чтобы строить карьеру, совмещать с семьей, да, какие-то еще хобби нужно и так далее, и тому подобное. Естественно, это нужно всем в возрасте 50+, для профилактики хотя бы деменции и для продления своего репродуктивного периода. Помните, я вам сегодня уже говорила, у нас в антивозрастной медицине немножко даже повыше нормы ферритина, чем оптимальные. То есть минимум – это ваш вес, максимум – это вес плюс ваш возраст. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание. И уж точно мы с Иваном не советуем, например, идти и, конечно, капать железо, когда у вас температура, или когда у вас диарея, да, или когда у вас острая аллергическая реакция. То есть все мы это делаем в плановом порядке, когда вы здоровы, и тогда никаких осложнений, проблем, если у вас хорошие препараты железа, если вы не просто так сами себе назначены и пошли куда-то, да, по капоте железа. Сейчас существуют некоторые центры так называемой айви-терапии, внутривенной нутрициологии, где вы даже не знаете, что вам капает. У вас там смесь там с красивым названием, ну, может быть, это будет там энергия, сила, красота, но вы не знаете, что там, какое именно там железо, что там еще, да. И я считаю, что это достаточно опасная ситуация, поэтому лучше все-таки это делать по направлению врача и у специалистов. Иван, спасибо огромное. Я считаю, что это очень полезный подкаст. Обязательно думаю, что надо повторять нам встречи на какие-то еще темы, встречаться, разговаривать, потому что, к сожалению, очень много анемии в нашей стране и латентного железодефицита. И это просто не только ухудшает здоровье людей, но и снижает элементарно качество жизни. Елена Станиславовна, хотелось бы поблагодарить за приглашение, сказать всем нашим зрителям и подписчикам, что Елена Станиславовна замечательный, прекрасный доктор, специалист. Рекомендую обращаться к ней за консультацией, за помощью в случае, если у вас возникли проблемы со здоровьем. Обязательно обращайтесь, она вам поможет подобрать индивидуально под вас программу лечения, которая вернет вас в состояние энергии, в счете, счастья, здоровья, полноценной жизни. Поэтому спасибо вам огромное, Елена Станиславовна, за приглашение. Буду рад поучаствовать в следующих встречах. Спасибо, Иван. Друзья, кому нужен гематолог, кто не знает, куда пойти и где прокапать хорошее железо, и у кого понаблюдаться с такой проблемой, пожалуйста, пишите. И обязательно всем рекомендую Ивана, я с ним сотрудничаю, отправляю к нему с большим удовольствием своих пациентов, и все очень довольны, как он своей работой занимается. Иван, спасибо еще раз. Друзья мои, не забывайте, обязательно мониторируйте в любом возрасте уровень ферритина и обращайтесь к специалистам.